В Золотую книгу Твери внесли имена Иосифа Гурка, Олега Лосева, Виктора Капитонова. Торжественная церемония состоялась в Тверском государственном объединённом музее. Эта торжественная церемония проходит каждый год. Под очередной записью в Золотой книге Твери по традиции ставят подписи председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев и глава города Твери Алексей Огоньков. Традиционно в конце года мы пополняем Золотую книгу города Твери именами, биографиями замечательных, великих людей. Сегодня у нас, я бы сказал так, три исторические глыбы. Это Иосиф Гурко, генерал-фельдмаршал, это учёный-изобретатель Олег Лосев и наш великий спортсмен, эмпийский чемпион Виктор Капитонов. В 2023 году исполнилось 195 лет со дня рождения прославленного полководца, освободителя Болгарии, генерал-фельдмаршала русской армии Иосифа Гурка. В 1877 году с началом русско-турецкой войны он был направлен в Болгарию, где освободил города Тырново и Софию, предместья Константинополя, после чего был подписан мирный договор, который провозгласил новую независимую Болгарию. В 1894 году, выйдя в отставку, Иосиф Гурка переехал жить в своё имение Сахарова под Тверью, где провёл последние годы жизни и был похоронен. Среди тех, кого сегодня внесли в «Золотую книгу» Олег Лосев, изобретатель с мировым именем, он внёс большой вклад в исследование электролюминесценции в твёрдых полупроводниках. Автор первого в мире кристаллического детектора «Кристадин». Сигнальные индикаторы, световые диоды, оптическая связь, часы и калькуляторы, полупроводниковые лазеры. Всё это самым непосредственным образом связано с открытием Олега Лосева. На страницы «Золотой книги» попадают наши земляки или люди, которые непосредственно связаны с Тверью и которые прославили Тверь своими известными достижениями и подвигами в разных направлениях и участвовали в разных событиях, связанных с Тверской историей и, конечно же, с историей города Твери. Ещё одно имя «Золотой книги Твери» — Виктор Капитонов. Олимпийский чемпион. Он родился и вырос в Калинине. В 1960 году стал первым советским велосипедистом, который одержал победу в Риме в гонке на дистанции 175 километров и завоевал золотую олимпийскую медаль. В 1969 году Виктор Капитонов стал главным тренером советской сборной. Под его руководством команда страны одержала 4 победы на чемпионате мира. За 18 лет работы он подготовил 13 олимпийских чемпионов. И сегодня вот мы провели церемонию занесения данных имён в «Золотую книгу», в торжественной обстановке. И это традиционная ежегодная наша процедура. Она будет продолжаться. Общественники готовят и на следующий год имена, которые будут занесены в «Золотую книгу». Поэтому это достояние нашего города, это история. Это даёт возможность нашим потомкам узнать о значимых моментах нашей жизни, нашего города и тех именах, которые его прославляли. Имена выдающихся уроженцев Верхневолжья вносят в «Золотую книгу» с 2011 года. В настоящее время в ней уже 30 имён, и эта традиция обязательно будет продолжена.